привет с вами арта ласки добро пожаловать на мой канал по созданию игр же было достаточно много видео по созданию тела сетов и вообще графики для игр но а не было такой темы чтобы все это происходило в каком-нибудь городе то есть это были какие-то пейзажи но именно городских джунглей до сих пор не было и я думаю что пора это исправить и первое с чего начал это выписал все предметы окружения которыми сейчас пришли в голову которые могут встретиться в обычном типичном городе и я советую вам поступать так с любым окружением то есть сначала вы а берете какую-то конкретную тему и просто выписываете обычным текстом хоть в блокноте хоть на бумаге те предметы которые могут в этой области находиться у вас это займет примерно минут 10 но вы себе на самом деле очень сильно сэкономите время теперь когда у нас все эти объекты а уже задуманные осталось только все это нарисовать но начинать надо не сразу с какого-то конкретного объекта чтобы уже тупо сесть и отрисовывать его а сначала нужно сделать фон и вообще общий размер документа в которой мы все это будем помещать поэтому создаем новый документ и по традиции берем где-то 320 нас 240 пикселей теперь нам нужен хоть какой-нибудь минимум я просто сейчас выберу цвет допустим это будет цвет неба я хочу его сделать немного синеватом но при этом не насыщенным тому что-то вот вроде такого вполне подойдет вот отлично так теперь фон мы залили создаем новый слой и добавим еще несколько цветов тупо просто таких вот пятен а на которые мы уже будем ориентироваться позже я выбрал такого сероватый цвет принципе он практически серый который уже будем использовать для окружения хотя я думал что можно взять еще немного коричневатой оттенки так как они тоже добавят немного такой и депрессивности а в таких вот городских трущобах это в принципе более чем нужное настроение а просто наметим здесь что-то вроде домов хотя это проще будет сделать через выделение принципе с общим настроением примерно определились и так как это будет все-таки платформер и я сделаю вот что возьму практически черный цвет и вот так это все залью можно даже посветлее вот думаю так будет вполне нормально теперь создам новый слой и добавлю сюда просто болванку персонажей напоминаю что скачать эти кисти вы можете по ссылке из описания а и к демонстрацию посмотреть в предыдущем ролике я думаю что выберу вот такого вот персонажа остальные мне пока не нужны теперь ориентируясь на этот размер я уже буду вырисовывать все остальные объекты и и вообще-то я думаю что стоит поменять местами вот эти вот штуки вот теперь они нравятся мне больше теперь первое что мне хотелось бы нарисовать это многоэтажный дом этажность я буду регулировать зависимости от размера фона в принципе здесь а давайте поступим следующим образом продублируем этого персонажа а значит просто встаньте в комнате и посмотрите сколько места вы занимаете на этаже ну лично я если вы тяну руки вверх я дотягиваюсь до потолка хоть он и достаточно высокий поэтому и ориентируется тоже буду примерно на те же пропорции дайте ему руки вверх приподнимем вот так вот где-то столько места будет занимать этаж так вот просто его пометим и теперь все что я делаю это вот так вот его дублирую можно даже сделать побольше потому что все таки пол ну а у кого-то это потолок тоже имеет толщину поэтому они не будут стоять друг другу вот так вот впритык это тоже стоит учитывать того у нас уже четыре этажа примерно шесть этажей в общем то можно сделать семиэтажный дом а потом если что добавить туда еще этажей а значит в чем суть а дать сначала сделаем непрозрачность тут поменьше вот так а мы сначала нарисуем один этаж а затем его продублируем несколько раз и собственно сам дом у нас будет состоять и нескольких частей первая часть это фасад то есть где будут различные подъезды магазинчики и так далее следующая часть будет желая то есть где у нас просто находятся жилые этажи так и наконец сектор крыши теперь ориентируясь на вот этот маленький непонятный скетч будем делать уже сам дом значит по ширине давайте тоже слегка определимся так они сюда то есть где то здесь будет либо а весь дом либо его половина давайте сделаем вот здесь половину дома и будет у нас вот такой относительно небольшой домик так пока это тоже сделаем слегка непрозрачного чтобы особо не мешало и наконец на новом слое уже начинаем вырисовывать если у вас с этим трудности то загляните в картинке google или яндекс и просто видите многоэтажный дом и просто делайте что-то похожее ну некоторые можно просто выглянуть из окна но я сейчас к сожалению в частном секторе и такой возможности у меня нет для того чтобы проводить прямые линии мы просто зажимаем shift и у нас уже линия как бы привязывается к определенной оси но именно к той в которой мы начали движение то есть если вы хотите сделать на фонар вверх то вы сначала ведете вверх а потом зажимаете сразу shift пока что сделаем такой вот небольшой порожек примерно по пояс отсюда сделаем отступ и начнем ввести вверх но опять же на все сейчас проводить не надо пока что просто оставим здесь все так а это слегка подвинем теперь чтобы точно определиться шириной нашего дома мы сделаем такую простую штуку для начала а мы наметим окна то есть примерно такого размера будет окно хотя где-то вот так вот на углу ставят окна и теперь мы его просто как-то вот так вот дублируем чтобы она у нас здесь поместилась она здесь сколько пикселей так ну на здесь 025 сантиметров а здесь у нас 028 так вот отлично тоже 025 теперь мы также дублируем кажется переборчик отлично давайте теперь сразу вот так вот захватим вот эту часть чтобы постоянно вот так вот не высчитывать смотрим что у нас здесь нужно подвинуть примерно вот до сюда значит мы просто берем вот этот кусок и вот так его сдвигаем отлично вот мы и узнали ширину дома если это обычный жилой дом то мог опускаем примерно вот до такого уровня хотят даже можем чуть чуть повыше и сразу наметим так сказать второй этаж у нас тут сдвиг потому что пол начинается как бы не отсюда а уже вот отсюда даже чуть-чуть вот так хотя даже а вот это основание тоже можно слегка вот так подвинуть а вот это окошко поднять на пиксель выше а хотя нет даже на 2 вот теперь здесь все правильно и тут теперь вам уже самим предстоит решить а делать ли так сказать подъезд где-то вот тут вот сбоку а либо делать его где-то вот здесь для начала давайте сделаем его сбоку так как ширина этого дома все-таки походит на боковую проекцию чем на лицевую да и заодно будет понятнее значит что у нас обычно есть у подъезда так вот этот я думаю можно уже убрать а есть какой-то навес есть какой-то подъем то есть там ступеньки обычно и все это дело как бы весь навес придерживается каким-нибудь столбиком вот так только здесь высоковато получилось а можно сделать даже поближе чтобы он не был слишком уж таким широким и теперь уже просто сделать ступеньки опять же видим что у нас здесь небольшая неполадочка со ступеньками что как бы знак что нам здесь было бы вообще неплохо опустить вот эту линию на один пиксель ниже вот теперь все нормально навеса сделаем чуть по длине и можно сделать что-то вроде перилок так здесь у нас тоже небольшой костячок вот так мне кажется что этот столбик лучше сделать немного пошире лучше уж тогда подвинуть ступеньки чуть подальше но теперь хотя бы этот столбик выглядит более-менее устойчивым так думаю еще подвинем вот теперь все отлично также я думаю что помимо вот этой линии столбам было бы неплохо опустить и вообще вот эту линию самого дома а так будет казаться более объемно то есть что там есть какая-то глубина они все как плоская на бумаге так ладно с патиком разобрались насколько я помню у подъездов есть вот такие вот штуки куда крепится шланг и оттуда поливаются всякие растения придомовые и мы тоже как бы такие вот квадратики здесь наметим но у нас проблемка в том что они здесь а получается слегка несимметричными то есть вот тут у нас как бы лишний пробел и нам тут либо тогда сужать окна либо более простой путь расширить сам вот этот квадратик то сделать его либо больше либо меньше ну да думаю меньше это будет совсем уже не интересно хотя так что же у нас все отлично так и все равно нам нужно тут кое-что исправить а у нас персонаж получается слишком большой для этих ступенек и особенно этих перил поэтому во первых поднимем перила хотя бы чтобы они были по пояс а во вторых а я думаю что стоит увеличить ступеньки и все-таки вот эту штуку козырек ее тоже надо сделать побольше потому что насколько я помню из детства я там часто лазил залезал на эти козырьки и они как-то потолще и я все же думаю что стоит эти окна поднять повыше а чуть позже расскажу почему вот так и здесь тоже хотя здесь уж я слишком сильно поднял это вот на таком уровне давайте человечков этих тоже приподнимем хотя здесь уже особо некуда вот так где-то окно по пояс начинается и получается что второе начнется где-то вот здесь ну вот в принципе это уже более похоже на правду и теперь сделаем вот что мы вот этот сектор так не на том слое вот так вот его выделим и мы его как бы просто немножко сузим примерно вот такого же уровня так надеюсь правильно правильно по высоте посмотрим сколько у нас здесь переместим сюда и сделаем вот так то есть ничего уже усчитывать не надо отлично только проглядел немного с этой штуковины она должна располагаться где-то вот здесь а вот это так получается будет располагаться под окном вот теперь в принципе все окей теперь давайте займемся окнами создадим новый слой и значит из чего на собственность стоит окно это не просто вот такая вот дыра как ее многие оставляют конечно исключение это панорамные окна которые так обожаю но в данных многоэтажках они к сожалению не делаются значит сам стекл пакет тогда эти посмотрим на мой так здесь они слишком большие но в принципе просто разделяем вот так вот пополам и и можно в принципе заморочиться сделать такую вот рамочку но тогда окна будут слишком уж какими-то маленькими хотя в том доме в котором я жил раньше здесь еще были вот такие форточки и в принципе теперь это уже выглядит не так скучно а можно здесь сделать что-то вроде такого сливного подоконника по которому с соседских этажей со сплиток капала вода и он стучал по ночам это дико бесило она тем не менее с ним просто сейчас симпатичнее выглядит так я создал новый слой давайте его теперь сольем и вот так вот продублируем просто сейчас посмотрим как все это будет выглядеть в целом и теперь то же самое делаем с верхней частью только уже вот так вот побыстрее так и у меня ощущение что здесь место побольше и я не ошибся так теперь здесь все окей все ровненько и значит а зачем я еще хотел сделать здесь место побольше под многими окнами можно заметить либо сплит систему либо тарелку антенну либо и то и то сразу поэтому давайте здесь делаем что-то вроде такого ящика кондера сделать его достаточно просто точнее нарисовать сделаем его более-менее подходящим к этому окну и здесь насколько я помню у них что-то вроде вентилятора и в принципе можно сделать вот как чтобы как бы добавить побольше деталей его нужно сделать побольше самого поэтому выделим вот эти вот окна поднимем чуть-чуть вверх чтобы здесь явно было место вне внизу побольше наверное слишком уже перебор как-то вот так и тогда сделать вот этот кондер уже значительно больше кстати чтобы не заморачиваться с кругами можно воспользоваться ими из этого набора а здесь у меня их много разных дело специально под разными размерами и в принципе вот никаких больше заморочек окей с кондером практически разобрались вот так поинтереснее обыграть ну ладно пусть пока будет хотя бы так и я думаю окна можно немножко припустить либо просто слить эту линию а вместе с подоконником и в принципе это наверное не так уж и плохо выглядит можно попробовать вообще его поднять на уровень окна ну естественно когда он залит либо вообще над окном поставить куда-то сбоку в общем я думаю можно найти решение и кажется вот так вот сбоку самый нормальный вариант давайте его еще немножко продублируем но не надо дублируясь вот под каждое такое окно будет некрасиво вот а сюда добавим пожалуй тарелку так здесь у нас место явно поменьше поэтому его стоит слегка приподнять и для разнообразия так давайте сначала назовем кондер чтобы мы потом просто не запутались где что находится сливать его с дома мне надо чтобы мы могли просто их переместить в нужное нам место без особых проблем и добавляем новый слой делаем быстренько круг примерно вот такого размера хотя может даже и побольше сделать давайте сделаем вот такой и сразу его зальем каким-нибудь вот таким вот беловатым цветом это у нас будет тарелка для спутниковой антенны все пока здесь просто наметим и пока ничего больше трогать не будем так если вы еще хотите добавить детали то на определенных уровнях могут попадаться вот такие вот рекламные щиты туда можно написать что угодно либо какую-нибудь пасхалку поместить что тоже вариант интересный можно даже в такую рамочку и уже этот домик выглядит совсем не скучно окей теперь все что нам нужно это его раскрасить и размножить столько раз сколько нам нужно этажей то есть мы просто берем сразу вот эти два этажа чтобы они чередовались и просто будем их вот так вот дублировать и так до тех пор пока не получим нужное количество этажей но я для начала еще сделаю крышу а что у нас обычно бывает на крыше а во первых такой вот бордюрчик который отделяет всю часть жилую часть дома от самой крыши ну по крайней мере и так должно быть далее следует что-то вроде перилок которые можно на самом деле просто споткнуться не знаю как они удерживают и вот у дома как бы появилась уже такая вот шапка но на этом как бы все детали его не заканчиваются давайте кстати сделаем крышу на отдельном слое я ее вырежу ставлю назову крыша и добавим сюда еще несколько деталей только для начала в доме тоже эту линию проведем так а мы ее провели слишком низко вот так так значит что у нас тут может быть еще ну во первых где-нибудь здесь будет будка а из которой собственно будет производиться выход на эту крышу и чтобы также не прогадать с пропорциями поместим сюда человечка так можно даже сделать что-то вроде небольшой крыши такой вот наклонный вот так она получится слишком высокая поэтому сделаем по два пикселя и вот так уже в принципе нормально когда я лазил по крышам мне постоянно приходилось нагинаться потому что там было очень тесно так что мне кажется все таки стоит сделать поменьше и наконец уже сделать дверь а к тому же не забываем что здесь у нас тоже платформа то есть стоять человек начинает уже не отсюда а вот где-то вот отсюда поэтому мы здесь дверь сделаем либо так же в этой проекции либо так же сделаем что-то вроде козырька и выходы сюда с другой стороны это будет не совсем понятно что там дверь а здесь мы можем это в принципе спокойно показать добавить сюда дверной проем и что-то вроде ручки также сюда можно добавить лампочку но так как она сливается мы можем просто все это вот так подвинуть кабинет и и и и и так ну что ж идем дальше а здесь тоже добавим таких вот прямоугольников я даже не знаю для чего они тут могут быть но просто пустая крыша это достаточно скучно поэтому просто сюда вот так вот наполняем добавим вот таких вот квадратиков и уже в принципе все не так скучно а также обязательно на крыше есть какие-то провода и для них принципе было бы неплохо добавить различные стойки чтобы сделать на такие вот наклонные провода я просто провожу а мышкой линию такую дугообразную и теперь просто почищаю ее и вот теперь у нас уже получилась такая крыша принципе все осталось только раскрасить и будет вполне готовый спрайт дома для вашей игры на что крышу можем двигать я в разном направлении как нам удобно давайте все таки сейчас слегка его увеличим крышу пока вот так отдалим а сам дом мы так где он вот он а продублируем так как я показывал ранее в принципе этого будет достаточно и ведь вот такая более толстая темная линия мне нравится здесь даже больше и и в принципе вот такой вот кажется шестиэтажный дом у нас получился ну что ж вот такой многоэтажный дом у нас получился простенько и со вкусом а пропорционально здесь все правильно можно будет позже прорисовать внутренности то есть подъезд интерьеры каких-нибудь квартир и двери и так далее но опять же это все уже оставим на другие видео если вы вдруг захотите скачать этот скетч чтобы просто потренироваться или самому его раскрасить то ссылка на него есть в описании под этим видео ну что ж ставьте лайки и подписывайтесь на канал если это видео вам понравилось и вступайте в мою группу вконтакте ну а с вами был арталаски до завтра а